еще раз всем привет зовут меня иван крошный я президент международного клуба трейдеров картель в трейдинге более 15 лет и сегодня хочу с вами поделиться темой связанной с построением торговой стратегии в трейдинге на рынке форекс трейдинге на американском фондовом рынке в трейдинге на рынке криптовалют не важно где вы торгуете неважно каким делом вы занимаетесь важно то чтобы у вас была четкая система достижения тех целей которые вы перед собой поставили я считаю что не стоит делать ничего без стратегии не стоит входить никуда потому что где-то кто-то об этом написал потому что все туда пошли и так далее во всем важна система система строится следующим образом в первую очередь вы фиксируете то к чему вы хотите прийти вы фиксируете то какие у вас есть ожидания от трейдинга вы фиксируете то к чему вы хотите прийти в долгосрочной перспективе важно четко помнить то что трейдинг это длительный забег это забег это марафон а не спринт это та деятельность которая должна стать для вас деятельностью вашей жизни а не каким-то краткосрочным быстрым способом заработать деньги и так приступим к тому как создавать свою торговую стратегию в первую очередь вы должны понимать для себя что такое торговая стратегия это те правила по которым вы будете совершать свои сделки это те правила по которым вы будете принимать решения принимать свои торговые решения это те правила которые на которые вы будете ориентироваться когда планируете каждую свою сделку когда планируете свой торговый день когда планируете свою торговую неделю. Это правило, по которым вы не будете торговать, каждый ваш трейд должен быть запланирован от начала и до конца. Это точка входа, точка выхода, точка выхода в случае, если все идет хорошо, точка выхода, когда все идет плохо. Ни одна сделка не должна быть спонтанной, каждая сделка должна иметь четкое обоснование, каждая сделка должна иметь четкий стоп-лосс, каждая сделка должна иметь четкий take profit. Это крайне важно, потому что как только у вас начинаются спонтанные сделки, вы начинаете играть в игру, в которой заведомо проиграете. Очень важно на первых этапах, когда вы только начинаете заниматься трейдингом, документировать все свои действия. Каждая сделка, которую вы задокументировали, хорошая или плохая, это ваш учитель. Каждая сделка вас может чему-то научить, каждая неудача вас может чему-то научить, каждая ошибка вас может чему-то научить. Поэтому стремитесь к тому, чтобы извлекать максимум пользы от положительных и отрицательных результатов. Первое, что вам необходимо знать при составлении своей торговой стратегии, что она должна иметь простую, понятную и цельную идею. То есть ваша торговая стратегия должна основываться на простых правилах входа, она должна быть максимально понятной для вас и она не должна объединять в себе слишком много торговых стилей. Второй этап это выбор времени торговли. Вы должны четко понимать то, что вы не можете торговать всегда. Важно не торговать всегда. Важно торговать минимум времени и только когда это правильно. Когда вы занимаетесь трейдингом на валютном рынке или на фондовом рынке или на крипторынке, вы должны четко понимать, в какой период времени у вас получается торговать лучше всего. Для этого важно вести дневник трейдера. В дневнике трейдера важно фиксировать все свои сделки, когда входили, в какие инструменты входили. И тогда вы сможете понять идеальный промежуток времени, когда вы продуктивные. Составление своей торговой стратегии это выбор торговых инструментов. Практически все то же самое, как и с временем трейдинга, с выбором оптимального времени вашего трейдинга. Важно определить те инструменты, в которых вы прибыльны. Очень часто люди зарабатывают на одном инструменте, но при этом торгуют все подряд и на остальных инструментах теряют деньги. Если вы понимаете какой-то инструмент лучше, чем остальные, откажитесь от остальных инструментов. Это абсолютно нормально. Вы можете просто понять ключевого игрока, ключевых игроков в этом торговом инструменте и вместе с ними можете зарабатывать. Наша же идея в трейдинге состоит в том, чтобы зарабатывать деньги. Наша идея состоит в том, чтобы понять какой-то торговый инструмент, чтобы понять как там действуют крупные игроки, как они двигают цену, как они влияют на изменение цены и соответственно зарабатывать вместе с ними. Есть большие участники рынка, которые формируют рынок и есть маленькие участники рынка, такие как мы с вами, которые умеют пристроиться к большим участникам и вместе с ними заработать свои деньги по пути движения цены. Четвертый этап составления своей торговой стратегии это выбор инструментов для анализа. Очень важно сделать так, чтобы торговая стратегия была простая, но для того, чтобы она была простая необходимо сконцентрироваться на минимальном количестве торговых инструментов, которые позволяют вам эффективно анализировать график цены. Есть инструменты аналитические, есть индикаторы, которые в принципе не несут за собой никакой смысловой нагрузки. Они абсолютно пустые, они есть просто потому, что вот кто-то когда-то заметил какую-то закономерность, которая уже сто лет не работает. Не тратьте время на такие аналитические инструменты. Есть абсолютно понятные уровни, есть средние скользящие, на которые ориентируются крупные фонды, крупные участники, есть индикаторы выхода новостей, есть фундаментальный анализ. Вот это то, на чем стоит концентрироваться и то не все вместе. Выберите то, что из этих инструментов помогает вам быть эффективнее в трейдинге. Пятый этап это правила входа в сделку. Очень важно прописать для себя правила, по которым вы будете входить в каждую конкретную сделку. Эти правила должны включать в себя ваше эмоциональное состояние, состояние на рынке, наличие или отсутствие новостей, наличие или отсутствие технических показателей на графике, наличие или отсутствие правильного настроя. То есть вот эти все факторы важно прописать для себя и тогда вы точно будете понимать. Окей, я здоров, я в хорошем эмоциональном состоянии, я понимаю рынок, график показывает мою формацию, мою точку входа, никаких важных новостей не предвидится, значит я могу спокойно входить. Плюс важно всегда помнить то, что когда вы входите в сделку, стоп должен быть короткий, понятный, вы должны понимать, где вы выставляете стоп, насколько этот стоп будет болезненным для вашей торговой стратегии, если что-то пойдет не так. И точно также важно понимать, что у инструмента есть запас хода. Для этого есть индикатор ATR, который показывает то, насколько много еще способен пройти торговый инструмент и действительно ли стоит рисковать своим стопом ради того ухода, который предполагается. Если соотношение риска к прибыли меньше, чем 1 к 3, просто игнорируйте такую сделку, потому что статистически вам очень сложно будет заработать деньги, если вы будете входить в сделки и забирать меньше, чем 1 к 3 к тому риску, который вы выставляете на сделку. Шестой этап это правило выхода из позиции, то есть очень важно при входе в любую сделку планировать то, где вы будете терпеть поражение, если цена пойдет против вас или забирать прибыль, если цена пойдет по вашему сценарию. И седьмой этап, наверное это самый правильный, самый важный этап в каждой торговой стратегии, это риск-менеджер. У вас должны быть прописаны идеально и до мельчайших подробностей все правила риск-менеджмента и money-менеджмента. Вы четко должны понимать, что делать в случае, если вы понесли 3 убытка подряд. Вы точно должны знать, что делать, если вы в какой-то конкретный день заработали больше, чем планировали. Вы четко должны знать, что делать, если вы в каком-то инструменте теряете деньги системно. То есть важно прописать эти все правила в свой алгоритм для того, чтобы в момент достижения, например, определенной просадки, вы смогли просто спокойно, без лишних эмоций закрыть ноутбук и пойти заниматься другими делами, а не пытаться отыграться. Важно точно также прописать в правила риск-менеджмента и money-менеджмента то, сколько вы готовы терять в каждой конкретной сделке, в каждый конкретный день, в каждый конкретный месяц, каждую конкретную неделю. Вы всегда должны знать математически, что вы делаете, если что-то идет совершенно не по плану или наоборот, когда все идет лучше, чем по плану. Очень важно не терять прибыль, когда она получена. Это касалось в предыдущем пункте конкретной сделки, а сейчас мы говорим, например, про конкретный день. Я знаю примеры, где трейдер мог за день сделать 10% от депозита прибыли, но не остановился на этом и потом потерял все, что заработал или даже больше. Поэтому крайне важно понимать, прописывать для себя то, что при достижении какой-то прибыли, например, 10% от депозита, 3% от депозита, у каждого своя стратегия, у каждого свой подход. Например, заработали вы сегодня 3% к своему депозиту. Важно прописать то, что не более чем половину от прибыли вы готовы потерять. Если вы начнете рисковать с той прибылью, которую вы заработали, очень часто вы ее и потеряете. Поэтому всегда фиксируйте максимальный пик доходности за день и от этого пика. Смотрите, чтобы не потерять слишком много. Собственно говоря, это и есть все правила, которые важны для того, чтобы составить свою торговую стратегию. Когда она составлена, очень важно ее детально оттестировать. Оттестировать сначала на демо счетах, оттестировать ее на истории, если вы можете ее автоматизировать и дальше переходить к тестированию на минимальных депозитах. Очень не рекомендую задерживаться на демо. Демо счет расслабляет. Демо счет влияет на ваше отношение к трейдингу. Когда вы слишком долго торгуете на демо, вы начинаете думать, что так будет всегда, что вы всегда будете играть не на настоящие деньги и да, трейдинг превращается в игру. Если вы торгуете даже на минимальный депозит, но на настоящие деньги, вы понимаете ценность потерь и ценность заработка. Демо счет всегда можно переоткрыть, а для того, чтобы исправить ситуацию с реальным счетом, важно доносить деньги. Это психологически очень важный фактор, поэтому начинайте с минимального депозита, но с реального. Лучше, чем на демо миллион. Очень многие позволяют себе открыть счет на миллион долларов на демо, а потом показывают скрины, как с миллиона сделали 3, 5, 10. Но мы же понимаем, что для этого было сделано 10 попыток и потеряно 9 предыдущих счетов. Очень важно концентрироваться на реальных результатах, а не на каких-то вимышленных демо счетах.